Трагические судьбы жен самых опасных бандитов России 90-х. Чтобы не потерять лицо перед братвой, наркоборон Сыруль выдал любимую замуж за брата всем хочется любви. Представители криминального мира не исключение. Однако практически все их амурные истории заканчиваются трагично. И для бандитов, и для несчастных девушек. Это ведь только на первый взгляд кажется романтичным, жизнь как на вулкане. Постоянные страсти, деньги льются рекой. Жуткие истории законных и гражданских жен криминальных авторитетов из 90-х показывают другую сторону медали. Любимая жена брата Паша Цыруль прошел путь от обычного карманника до влиятельного лидера криминального мира, хранителя воровского общака. Он наладил поставку героина из Колумбии, а также взял под контроль практически всю территорию воздушных ворот России. Шереметьево-1 и Шереметьево-2. Его уважали и старые криминальные авторитеты, и молодые отморозки. Жил Цыруль на широкую ногу, ни в чем себе и своей любимой женщине не отказывая. Подмосковный особняк криминального авторитета оценили в 2 миллиона долларов. В доме Паши висела 700-килограммовая люстра стоимостью 58 тысяч долларов. Стены и пол в особняке были отделаны мрамором и элитными породами дерева. Антиквариат, раритетные гобелены, бассейн, сауна, оранжерея, пыточная в подвале. Все это поразило сотрудников милиции, когда 9 декабря 1994 года они арестовали Цыруля. После ареста Цыруля в его дом стали съезжать сопредставители преступных группировок и забирать деньги из общика. Остановить это и вытащить Пашу из-за решетки всеми силами пыталась мама Роза, Роза Гумаронна, известная в криминальных кругах женщина, верная спутница жизни Цыруля. Красавицу-татарку Паша обожал, но официально жениться на ней не мог. Авторитет чтил воровской закон, по понятиям вора ничего не должно держать на земле, поэтому он не должен заводить жену и детей. Однако Цыруль нашел выход, он формально женил Розу на своем младшем брате Валентине. Так они вместе и жили. Роза даже родила от Цыруля ребенка. Для арестованного Цыруля Роза наняла лучшего адвоката, договорилась о передаче любимому телефона. Женщина сделала все, чтобы ее Паша сидел в камере один, общался с внешним миром, хорошо и лы. Не страдал от наркотических ломок. Цыруль серьезно сидел на запрещенных веществах и постоянно получал их с воли. Они его и погубили. Так и не освободившись, Паша скончался от передоза. Про Розу потом писали всякое, то ли прячется в США от братвы, то ли сидит там в тюрьме. На самом деле вскоре после гибели Цыруля от передозировки ушла мир иной мама Роза. Удивительного мало, с таким избранником женщина просто не могла не пристраститься к наркотикам. Невинная жертва войны в лихие 90-е и город Тольятти сравнивали с американским Чикаго. Так сложилось, потому что в течение 10 лет там шла кровавая криминальная война в погоне за контролем над автовазом. По некоторым подсчетам, в тот период в Тольятти было убито более 400 человек. Начало войны поспособствовал конфликт между крупнейшей волговской опкой бандой Владимира Агии и Александра Воронецкого. К слову, во времена перестройки Волговской одной из первых начала заниматься продажей украденных с автоваза запчастей. В нулевых Тольятти погряз в Третьей Великой Ракетирской войне. Во главе Волговской опкой находился Дмитрий Рузляев. Еще одним лидером группировки считался жестокий, отмороженный бандит Савок, Евгений Савков. К тому времени он находился в розыске и жил в Москве по левому паспорту на имя Павла Лизунова вместе с 28-летней невестой из Тольятти, Людмилой Мотоциной. Частенько захаживал Савков в Краснопресненские бани, любимое место авторитетных преступников. 26 декабря 2000 года Савок отправился на стрелку к этим самым баням, прихватив с собой Людмилу. Встреча произошла в Столярном переулке. Забежим вперед и скажем, что в нескольких шагах от этого места в 1994 киллером Лешей Солдатом был застрелен авторитет Атарик Вантришвили. Точка разговор между Савком и неким мужчиной в черном длился недолго. Когда Евгений развернулся и пошел обратно к машине, раздастлись выстрелы. Мотоцина в ужасе выпрыгнула из-за авто и тут же получила пуля в лоб. Автомобиль, в котором были застрелены Евгений Савков и Людмила Мотоцина фото. YouTube.чон убийца оказался давний недруг Савка, Андрей Милованов, он же Зеленый, один из крестных отцов Тольятти. Вы флористы хотите свой магазин? Савков с тяжелым ранением сумел добраться до водительского сиденья, но через 4 часа умер в больнице. Перед уходом киллер произвел контрольный выстрел в голову Людмилы. Зеленый вообще славился тем, что мог абсолютно спокойно убить женщину самым жестоким способом. Он же расстрелял вдову гендиректора Толиткинского рыбного комбината Алика Гасанова. Джабраил Джабраилов, криминальные авторитеты просили у меня автографы в лихие времена и имя Алика Гасанова в Тольятти знали все. Глава фирмы Мегалада, финансист Рузляевский ОПК, по сути, кошелек Дмитрия Рузляева. Вокруг миллионера Алика крутились все самые ушлые коммерсанты и высокие городские чиновники. Кроме того, за харизматичным мужчиной увивались толпы длинноногих дурочек. Но Гасанов был занят. Повезло девчонке, говорили о жене Гасанова, Оксане Лобинцевой. На первый взгляд, действительно, уроженка украинского городка Сумы Оксана родилась в неблагополучной семье. Отец почти не просыхал. Лобинцева окончила восемь классов школы, поступила в строительный техникум. И тут появился богатый Гасанов с путевкой в красивую жизнь, как ей казалось. Оксана родила Алику двоих сыновей. Ездила на кабриолете, жила в огромной квартире, роскошно одевалась. Девушка прекрасно знала, чем занимается ее супруг и с какими страшными людьми имеет дело. Однако ее это не пугало. Более того, она участвовала в некоторых аферах мужа. В частности, в закупке автомобилей по заниженным ценам с завода Автоваз. Бизнес Гасанова Рос, покупается обувная фабрика, завод по производству дисков, рыбокомбинат Садко. На всех фото Лобинцева сияет улыбкой. Но ее жизнь перевернулась во время празднования 37-го дня рождения Алика в самом дорогом ресторане Тольятти. Пьяный он вышел на улицу покурить и был убит киллером. Уже на второй день после смерти Гасанова его империю стали разрывать на части. С наследницей Оксаны партнер Алика по бизнесу работать не хотели и ни во что ее не ставили. Но, будучи смелой женщиной, Лобинцева решила сопротивляться. Оксане передались замашки погибшего супруга. Она возомнила себя королевой. Лобинцева объявила о своих правах на масштабный бизнес, чем вызвала жуткий гнев бандитов. Женщина стала выезжать на стрелки и вести серьезный базар. Очень быстро Оксана обзавелась крышей в лице Андрея Милованова. Лежа в постели, он обещал ей, что защитит от всех наездов, что вместе они заработают кучу денег и начнут жизнь с чистого листа. Но как только у Лобинцевой начались проблемы с жестокими и безбашенными бандитами-братьями Поповыми, Милованов ее бросил. Оксане не удалось найти общего языка с Поповыми, и те заказали конкурентку. За 50 тысяч долларов Лобинцев устранил. Милованов посреди белого дня опырь выпустил в Оксану шесть пуль. Смерть за неповиновение Ирины Зираин, так же как и Лобинцева, не захотела расставаться с бизнесом супруга и поплатилась за это жизнью. В начале 90-х Ирина вышла замуж за Геру Зираина по кличке Обезьяна. От предыдущего брака у Ирины остался сын Исмаил, которого Гера принял как родного. Жили супруги богато. Гера рулил армянским крылом Ореховской обк, под ним находилась почти вся торговля на юге Москвы, замоскворецкий рынок, рестораны и торговые центры на Варшавском шоссе. Зираин имел колоссальные прибыли ежедневно. Но однажды Герри перешел дорогу главарь Матищинской обк Влада, занимавшейся наркоторговлей. Влада стало мало Подмосковья, он пожелал расширить свои владения. Зираин был готов уступить Влада 20% своих активов. Однако Влада это не устроила, и вскоре Геру расстреляли из автомата. Ирина стала вдовой наследницы уставного капитала за москворецкого рынка и других предприятий мужа. К ней сразу же заявились бандиты с требованиями отдать все им. Ирине предложили хороший ежемесячный доход и получили жесткий отказ. В конце 1990-х против Ореховских было возбуждено первое в новейшей российской истории уголовное дело об организации преступного сообщества. Лидеры ЛОПК бежали за границу, многие их починенные оказались на скамье подсудимых. Поэтому Ирина считала, что бывшие коллеги убитого супруга уже не так страшны, как раньше. Она легализовала криминальный бизнес Ирайна, и многим бывшим подданным в ее новой империи места не нашлось. Мириться с таким раскладом не захотел экс-смотрящий Ваги Аганисян, он же Цо. После череды угроз бандиты ворвались в один из магазинов Ирины. Она успела спрятаться, а вот ее 18-летний сын Исмаил, работавший мамой телохранителем, погиб. Через 7 лет люди в масках расстреляли саму Ирину, спешившую на деловую встречу. Похоронили ее рядом с бывшим мужем и сыном. Близкие Ирины решили, что даже после смерти ей надо держаться подальше от Геры Зерояна. Мать предсказывала смерть дочери. Вечером 16 сентября 2000 года жительница одной из чебоксарских сталинок услышала странный шум в подъезде. Она открыла дверь, но к ее лбу тут же приставили дуло пистолета и втолкнули обратно в квартиру. Когда на лестничной клетке все стихло, супруг испуганной женщины решился выйти. В лужах крови лежали двое мужчин и красивая девушка. 20-летняя Александра Петрова еще дышала, но врачи не смогли ее спасти. Саша умерла по дороге в больницу. Через два дня у нее намечался шумный праздник – день рождения. В 16 лет Саша Петрова отправилась из Чебоксар в Нижний Новгород, чтобы покорить конкурс «Мисс Россия», который впервые выехал из столицы. Детская мечта сбылась – в 1996-м Александра стала новой королевой красоты. Закипела работа, посыпались предложения от различных агентств. Даже в Голливуд приглашали сниматься, но мама воспротивилась. Саша отучилась два курса на факультете иностранных языков и забросила институт. Ее гражданский муж, Константин Чувилин, хотел видеть девушку рядом с собой, а не за книгами. Костя был парнем не из простых, а в 18-летней Саше нравились плохие мальчики, особенно при бабках, ведь в детстве и юности жила она скромно. Чувилин числился безработным, но на самом деле состоял в Чапаевской ОПК, самой влиятельной в Чебоксарах. Этим легко объяснялись наличие денег на шикарный евро-ремонт в квартире на улице Кирова и Жигуль самой последней марки. Интернет-трейдинг – это просто. Содействие в подборе финансовых услуг, организации близким другом и сослуживцем Кости являлся директор центрального рынка, Радик Ахметов. Именно из-за рынка возник конфликт у Анатолия Доронецина, который раньше владел торговым предприятием, и местной мэрией. По версии следователей, Доронец сын нанял киллера, чтобы тот устранил подсидевшего его Ахметова. Убийца настиг Радика в компании Петрова и Чувилина. В подъезде элитного дома наемник в упор расстрелял из автомата всех троих. Преступника не смогли найти, что неудивительно для того времени. Вот что пишет про Петрова на одном форуме «Некая котя-котя, очень она выделялась. Такая скромная, высокая, сов черным потом спуталась с этим гражданским мужем. По ресторанам стала шляться, учебу забросила. Зато в мехах провожал ее весь город, любили ее все. Самое ужасное, что мама Саши предрекала трагическую судьбу дочери и жутко боялась за ее жизнь. Я знала, что это случится. Я читаю поруки, у Шуры на ладони линия судьбы пересекалась с линией юмы к 20 годам, и на месте пересечения, точка. Удар в голову в 20 лет. Правда, ей я ничего не говорила. Еще есть примета, если видишь таракана, не к добру. А тут они стали просто сыпаться со стены, и, как их не морили, продолжали падать. Это противоестественно, то, как они сыпались. А после того, что случилось, все, ни одного таракана, с ужасом вспоминала Татьяна Николаевна. Кстати, в 90-е среди молоденьких звезд нашего шоу-биза роман с криминальным авторитетом считался необыкновенной удачей. В романтических отношениях с бандитами были замечены и Катя Лель, и Наталья Ветлицкая, Ирина Салтыкова, и Лада Дэнс. Перечислять можно долго. Сами плохие парни засматривались и на солидных артисток. Если бы не Филипп, Алла Пугачева стала бы моей женой, признался в одном из интервью Шабтай Калманович. О миллиарде алимжантах текунов, известный по кличке Тайванчик, был страстно влюблен в Софию Ротару. Он спонсировал ее концерты, дарил певице шубы, машины и бриллианты. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.